В нашей редакции скопилось огромное количество вопросов к экстрасенсу Григорию Гробовому. Григорий Петрович сегодня вновь гость нашей студии. И на некоторые из этих вопросов он постарается ответить. Вы утверждаете, что человек, больной неизлечимой болезнью, может вылечить себя сам. Так ли это? По моей практике, которую я распространяю через средства массовой информации, я показываю методологию восстановления человека от знания причин болезн. То есть цель моя такова, что я рассказываю и пациентам, или же кто за него думает, значит, или представляет пациента, он может путем своего мыслительного процесса восстановить здоровье человека, ну и в том числе от неизлечимого заболевания. Это касается всех болезней? Практически распространяется на те болезни, которые имеют, ну скажем так, органическую природу. То есть отсутствие, я пока, пока что я наблюдал то, что не связано с какими-то внешними факторами, ну по типу пули, например, значит, какие-то вот народные тела. Вы собираете свидетельства фактов излечения. Есть у них такие, которые поражают даже вас? Ну и по последним данным, которые с моей протокольной службы поступили, это заверенные в ЮНЕСКО свидетельства, это, например, Берешвили Иван, который не знаю, что был рак четвертой стадии легкого права с метастазированием бронхи, и из-за которого обратилась жена его, а рак был установлен в онкологическом центре Двилиси. Как утверждает жена и подтверждает специалисты из ЮНЕСКО, которые заверяли свидетельство, значит, излечение произошло за 69 часов, где повторная, значит, экспертиза медицинская и различные иные методы анализа показали полное отсутствие любой болезни, то есть совершенно здоровой ткани. А как по-вашему, что такое рак? Я считаю, что это болезни, имеющие вирусную природу, и первичная причина связана с озонным слоем планет, и вторичная – это химические, экологические, значит, вредные выбросы и плюс стрессовые ситуации. Я считаю, что имеет значение большое генетическое, значит, будем говорить, наследственное среда. Когда я во время лекции объясняю на конкретных примерах излеченных, там, скажем, больных, как и почему произошло излечение, и что они думали, то, понимая вообще как бы основу фундаментальных законов мира, люди излечиваются, ну, фундаментальные законы, я имею в виду те, которые рассматриваются в тот момент времени. Что касается прогнозов, которые Вы даете в нашей программе, существуют случаи, которые совпадают с Вашим прогнозом, но произошли за 100, за 200 километров от места, которое Вы называли. Как Вы это можете объяснить? Я считаю, что основное в моем прогнозировании – это профилактика, то есть недопущение катастрофической ситуации, когда погибают люди. Поэтому, когда я даю прогноз, я учитываю психологический фактор. То есть, если дать точное место, то человек, он не может иногда ориентироваться в ситуации из-за того, что все совпадает и наступает ощущение фатальности. Поэтому я даю ориентировочные какие-то географические зоны, например. Ну, если рассмотреть конкретный случай, когда я давал прогноз по южной железной дороге Донецкой области, насколько вот мне было передано из МЧС, что там произошло действительно столкновение пассажирского состава с двумя свободно катящимися вагонами. Но при этом, насколько я тоже знаю, один человек не погиб. То есть, схема прогнозирования здесь такова через средства, скажем, массовой информации, что я дал, ну, локализовал конкретно южную железную дорогу, значит, Донецкой области. И машинист весь прогнозированный период, он находился в состоянии повышенной готовности к тому, что что-то может случиться. По диагностике планеты Земля, экологически вредный выброс в районе города Мурманск, Российской Федерации. По диагностике железнодорог стран бывшего СССР, дефекты и неисправности железнодорожного поводна станции Гуриев-2, приводственной железной дороги Республики Казахстан. По диагностике Московского метрополитена, дефект рельсов в районе станции Сокольники.